Рейды по точкам продажи пиротехники начались в областной столице. Инспекторы МЧС изучают безопасность товара на прилавках, проверяют сертификаты на фейерверки и петарды. До нового года необходимо проверить более 20 мест продажи и хранения пиротехники. О том, какие правила нужно соблюдать, чтобы не испортить праздник, расскажет Егор Канавин. Я для начала хотел бы у вас посмотреть документы, связанные с проверкой средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и первичность средств пожаротушения. Все документы в норме. Также есть журнал, куда заносится информация о противопожарных инструктажах. С огнетушителями и пожарными выходами тоже все в порядке. Далее инспектор изучает условия хранения пиротехники. Здесь также все в соответствии с нормами безопасности. Фейерверки хранятся на металлических поверхностях. От светительных приборов они находятся на нужном расстоянии. То есть это более полуметра. На складских помещениях они не хранятся. Все выставлены. Такие внеплановые проверки сотрудники областного управления МЧС проводят в преддверии зимних праздников. Когда количество пиротехники на прилавках увеличивается в разы. А значит велик риск нарваться на подделку. Здесь главный документ – сертификат соответствия. Если его нет, такую пиротехнику покупать небезопасно. Нужно обращать внимание и на другие детали. Целостность упаковки пиротехнического изделия, срок его годности. Должна быть обязательно инструкция по эксплуатации данного пиротехнического изделия. Хорошо читаемо на русском языке. И нужно обратить внимание также на знак сертификации согласно требованиям технического регламента таможенного союза. То есть знак EAC. Конечно, есть и определенные требования к персоналу. Нельзя продавать пиротехнику детям младше 16 лет. Необходимо знать, как нужно действовать в случае пожара. Отдельный вопрос – как безопасно запускать фейерверки. В данном случае инструкции лежат прямо около кассы. Чтобы несчастный случай не обращил радость от новогоднего салюта, нужно соблюдать простые правила. Ни в коем случае не наклоняться над фейерверком, не запускать его с рук и не направлять на людей. Кроме того, для использования изделия лучше выбрать заранее подготовленную площадку. При этом соблюдая безопасное расстояние от жилых домов и хозяйственных построек. Подобные проверки продлятся до 17 декабря. За это время сотрудники МЧС проверят более 20 мест продажи и хранения пиротехники. Если во время ревизии будут выявлены нарушения, то недобросовестным продавцам грозит административный штраф, причем солидный. Для должностных лиц до 15, а для юридических до 200 тысяч рублей. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.